МЧСная проверка начинается с техники. В селе, кроме пожарной части МЧС, есть и небольшая муниципальная. Это два автомобиля. Старенький ЗИЛ-автоцистерна с пожарными рукавами и мотопомпой. При необходимости эта машина помогает профессиональным пожарным. Есть универсальная «Газель», которая перевозит группу быстрого реагирования к месту возгорания. В салоне есть специальный ранцевый огнетушитель, в основном для борьбы со степным палом, который уже в этом году угрожал насаждением. За объездной уже горело. Это разжег костерчик ребятишки, что ли. И уже пластало. Я даже пожарку вызывал на себя. Там парк рядом заложен недавно. Там такие вот сосеночки небольшенькие. И вот уже к парку подходило. Но мы успели потушить. На этот раз повезло. Да и пожарные сработали оперативно. Но основные степные пожары еще впереди, поэтому инспекторы осмотрели, как выполнена опашка на краю села. На первый взгляд полосы не широкие, метр-полтора. Но их несколько. Будут и дополнительные меры предосторожности. Ну полоса как положено сделали. 15 метров шириной. Ну и на той неделе мы начнем контролируемые отжиги делать. Той площади, которая внутри опашки. Все, чтобы если в случае падет пал оттуда, с запада, чтобы огонь не перекинулся дальше на жилое строение. Так положено по нормативам. Но, как показал опыт прошлого года, 15-метровой полосы выжженной земли может не хватить, если будет ураганный ветер. Поэтому вместе с выполнением всех мер предосторожности в арсенале правоохранителей еще и солидные штрафы за неумышленные поджоги степи. Штрафные санкции на граждан от 1000 рублей до 1500 рублей. Должностные лица от 6 до 15, юридически от 150 до 200 тысяч. После того, когда придется в силу противопожарный режим, штрафные санкции увеличатся в два раза. МЧС России на днях утвердила порядок разведения костров на сельхозземлях. Самое главное требование – для костра необходимо выруть углубление в земле, либо жечь его в металлической бочке или мангале. Вокруг огня надо расчистить 10-метровый круг и выжечь полуметровую полосу, а до ближайших деревьев должно быть не менее 100 метров. Мягко говоря, очень жесткие требования и в случае нарушений – штрафы. Виктор Лушников, Дмитрий Парахин, Вестихокассия.